И сразу же получено фиксированное решение, буквально за несколько секунд. А по второй оси 20 сантиметров. Всем привет, с вами Александр Устинов, и сейчас я провожу полевой тест ГНС-СРТК-приемника South Galaxy G1 Plus на базе платы Trimble BD990 на 336 каналов. Я поставил приемник на достаточно открытом месте, включаю приемник. Вот такая здесь видимость неба. Запускаю программное обеспечение SurfX четвертой версии. Произошло подключение по Bluetooth, получение поправок по N3, сеть базовых станций RTK-NET, базовая станция Красногорск МСМ-4, маска возвышения 10 градусов, запускаю прием поправок. Наблюдается 24 из 24 спутников, и сразу же получено фиксированное решение. Буквально за несколько секунд получено фиксированное решение. Наблюдается 25 из 25 спутников, 8 спутников GPS, 4 GLONASS, 8 Beidou и 5 Galileo. Расстояние до базовой станции 14 километров 500 метров. Вот так расположены спутники на небосводе. Можно посмотреть информацию о спутниках в табличном виде и отношение сигнала к шуму. Запишу три измерения при данном фиксированном решении. Точность в плане 1 сантиметр и 17 миллиметров по высоте. Высота вихи 1,8 метра. Раз точка. Два измерения. И три измерения. Выключаю приемник. Включаю приемник. Приемник South Galaxy G1 Plus на базе платы Trimble BD990. Приемник включился. Сообщает, в каком режиме работы находится. Bluetooth соединение установлено, сообщает приемник. Автоматически начать прием поправок и получено фиксированное решение за 10-20 секунд. Наблюдается 24 из 24 спутников. Захожу в съемку и делаю еще три измерения при второй инциализации. Раз измерения, два измерения и три измерения. Программное обеспечение показывает оценку точности в плане 10 миллиметров и 19 по высоте. Выключаю приемник. Включаю приемник. Приемник включился. Сообщает, в каком режиме работы находится. Bluetooth соединение установлено, сообщает приемник. Автоматически происходит подключение и начат прием поправок. И сразу же получено фиксированное решение буквально за несколько секунд. Наблюдается 25 из 25 спутников в плане оценки точности 9 миллиметров и 18 по высоте. Наблюдается 7 GPS, 4 GLONASS, 9 BDOW и 5 спутников Galileo. Записываю три измерения. Я сделал три инциализации с получением поправок от базовой станции Красногорск сети RTK. Расстояние до базовой станции 14 километров 500 метров. Сейчас я переключусь на получение поправок от базовой станции ГАИШ сети SmartNet и посмотрю, за какое время будет получено фиксированное решение с получением поправок от базовой станции ГАИШ сети SmartNet. Расстояние до базовой станции 21 километр 700 метров. Выключаю приемник, включаю приемник, произошло подключение по Bluetooth, захожу ровер, получение поправок, заменяю на SmartNet, загрузить список базовых станций, подключаюсь к ГАИШ МСМ-5. Получение поправок по всем четырем спутниковым системам. Настройки переданы на приемник, начат прием поправок. Наблюдается 21 из 21 спутника и сразу же получено фиксированное решение с получением поправок от базовой станции ГАИШ сети SmartNet. Также за несколько секунд. Делаю еще три измерения, захожу съемка точек, также сделаю три инициализации от базовой станции ГАИШ сети SmartNet и запишу по три измерения. Точность в плане 17 миллиметров, 32 по высоте. Наблюдается 17 из 23 спутников, расстояние до базовой станции 21 километр 700 метров. Наблюдается 5 спутников GPS, 5 ГЛОНАСС, 4 Байдоу и 3 ГАЛИЛЕО. Можно посмотреть на небосводе, как расположены спутники и информацию о спутниках в табличном виде. Смотрим Байдоу, вот такие спутники Байдоу наблюдаются. Делаю три измерения, раз измерения, два измерения и три измерения. Сделал три измерения, выключаю приемник, включаю приемник. Приемник включился, сообщает в каком режиме работы находится. Происходит подключение по Bluetooth. Произошло подключение по Bluetooth к приемнику, значит прием поправок. Сейчас посмотрю за какое время будет получено фиксированное решение при второй инициализации от базовой станции ГАИШ сети SmartNet. Наблюдается 25 из 25 спутников, 6 GPS, 4 ГЛОНАСС, 8 Байдоу и 5 ГАЛИЛЕО. Сразу же получено фиксированное решение буквально за несколько секунд. Делаю также три измерения при второй инициализации от базовой станции ГАИШ сети SmartNet. Раз измерения, два измерения и третье измерение. Оценка точности, которую нам показывает программное обеспечение Surface 15 мм в плане, 26 по высоте. Наблюдается 18 из 24 спутников, 6 GPS, 5 ГЛОНАСС, 4 Байдоу и 3 ГАЛИЛЕО. Вот так расположены спутники на небосводе и информация о спутниках. Выключаю приемник, включаю приемник. Режим работы, рамер с Bluetooth. Приемник включился, сообщает в каком режиме работы находится. Произошло подключение по Bluetooth и сразу же получено фиксированное решение. Буквально за несколько секунд 20 из 20 спутников, 7 GPS, 2 ГЛОНАСС, 8 Байдоу и 3 ГАЛИЛЕО. Вот информация о спутниках, вот такие спутники Байдоу наблюдаются. Теперь 4 спутника. Решение фиксировано. Делаю еще три измерения. Третья инициализация от базовой станции ГАИШ сети SmartNet. Три измерения при фиксированном решении. Я сделал три инициализации от базовой станции Красногорск сети RTKNet и три инициализации от базовой станции ГАИШ сети SmartNet. При каждой инициализации сделал по три измерения. Захожу в проект, библиотека точек и посмотрю разброс в координатах и высотах между этими измерениями. Итак, смотрю, первые девять измерений это были от базовой станции RTKNet. Получается сантиметр по одной оси, меньше сантиметра по другой оси и три с половиной сантиметра по высоте. Дальше девять измерений это измерения от базовой станции ГАИШ сети SmartNet. Смотрим результаты. Максимально где-то 7 миллиметров разброс по одной оси. По второй оси 19 миллиметров разброс максимальный. И по высоте 7 сантиметров. Разница между измерениями от базовой станции Красногорск, RTKNet и ГАИШ SmartNet. В плане по одной оси ее почти нет. То есть общий разброс тоже небольшой. А по второй оси 20 сантиметров. И по высоте тоже почти нет. Только по восточной координате на 20 сантиметров сдвиг между измерениями от RTKNet и от SmartNet. Такие результаты показал ГНСС приемник South Galaxy G1 Plus на базе платы Tribble BD990. Сейчас я зайду под деревья и также сделаю по нескольких инициализаций от RTKNet и от SmartNet.